Здравствуйте, дончане и все жители Донецкого края. Я заместитель министра обороны Донецкой народной республики от имени министра обороны и по его поручению, то есть по поручению Стрелкова Игоря Ивановича, делаю обращение к жителям города. В первую очередь к мужчинам. Приходите в народное ополчение Донбасса, спасите свой город. Враг стоит у наших стен, он подтягивает резервы и готовит то, что сейчас происходит в Славянске. Сегодня ночью город Славянск подвергнут удару реактивным системами залпового огня ГРАД. Неоднократно подвергнут, то есть хунта перешла последнюю черту. Она начала применение оружия, которое по некоторой квалификации близко к оружию массового поражения. Это повторение того, что было в войне в Грузии 8.08.08 года. То есть налицо военное преступление. По мирному городу ночью применялся ГРАД. Неоднократно залпами. Срокоствольные системы стреляли по городу. Если мы не соберемся в кулак и не дадим агрессору отпор, чтобы он ушел с нашей территории и оставил нас в покое, это уже ждет другие города области. Нам нужно ополчение. Не потому, что мы несем большие потери, но просто людям же надо как-то отдыхать. Пока одни в окопе, другие отдохнули. Третий кто-то там помыл посуду и поднес еду. Мы каждый день вывозим несколько автобусов и вообще на машинах. И как только можем, мы вывозим из Славянской детей с их мамами. В общем, я обращаюсь к мужчинам. Приходите в народное ополчение. Это сделать очень легко. С утречка подходьте к зданию облад администрации, бывшей, то есть к Дому правительства Донецкой Народной Республики. И там вы видите, куда надо обратиться. А потом уже вы сомневаетесь на защиту своего города Донецка. На блокпосты вам выдают оружие. По возможности, конечно. И вообще любая помощь от жителей города приветствуется. Нам нужно отразить удар врага. Враг, его позиции очень шаткие. Именно потому, что они шаткие, он использует такие средства, можно сказать, массовое поражение, как град. И авиацию против города. Если бы оно не хваталось, он бы спокойно продолжал операцию какими-то обычными методами. Но у него все, земля горит под ногами. Он чувствует, что вот-вот весы качнутся в другую сторону. Может быть, прозреют жители Западной Украины, которые поймут, что они ведут войну не с террористами, а их сыновья ведут войну с простыми людьми, бывшими украинцами и жителями Донецкой Народной Республики. Я призываю всех мужчин в номеризационные пункты, всех бывших офицеров, всем вам найдется работа. По специальности или не совсем по специальности, поскольку у нас есть нет авиации, ракетных систем и так далее. Но у нас многое что есть. И мы вас призываем, придите к нам. Ваша помощь крайне необходима. Субтитры создавал DimaTorzok